Рад вас всех приветствовать на площадке АВ-клуба. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить некоторые аспекты интеграции бошевского оборудования и, соответственно, у вас будет возможность задать вопросы мне или Светлане Анисимовой, которая присутствует у нас на вебинаре. Единственное, что я прошу вас вопросы помечать, для кого они заданы для меня, вернее, мне или Светлане Анисимовой, для того, чтобы мы смогли разобраться, кто на этот вопрос должен отвечать. Значит, сегодня вебинар будет построен таким образом. Сначала мы покажем некоторую презентацию о том, как технологически производится интеграция и плюс еще некоторые новые аспекты, связанные с тем, что появилось новое оборудование в Боши, и мы будем о нем несколько говорить. Вторая часть – это будет уже реальная презентация программного обеспечения для вот этих вот систем. И, естественно, мы сможем живьем посмотреть, как это все работает, какие преимущества и какие, как говорится, Unique Sales Point там есть, и вы можете высказать презентации. Мы не успеем это сделать. Там в конце будут мои телефоны, адреса, и вы можете задать свои вопросы или по телефону, или написать по электронной почте. Значит, наверное, меня многие знают, тем не менее я представлюсь. Меня зовут Андрей Осипов. Я в компании Hightech Media занимаюсь инновационными моментами, и плюс еще провожу тренинг по Бошевским системам. Значит, повторюсь, что сейчас у нас рассматривается платформа комплексного управления «Конгресс-системами Боши». Ну, все мы прекрасно знаем, что «Конгресс-система» или «Конференц-система», называйте, как хотите, Бош, это являются одними из ведущих на рынке, и, естественно, на них уделяется много внимания, и, соответственно, предъявляются повышенные требования по сравнению с системами других производителей. Тем не менее, вот слоган Боша, что они информируют, впечатляют и вдохновляют, он на самом деле имеет право на существование, потому что и дизайн, и функциональные возможности этих систем достаточно приличны. Что у нас есть на сегодняшний день из Бошевских систем доступной к продаже? Ну, в первую очередь, это бюджетная CCS-1000D, тоже цифровая система, пришедшая на смену предыдущим версиям 900 и 800 и так далее, и всему подобному. Ее основное отличие от предыдущих версий – это то, что она сейчас имеет API и может управляться через веб-интерфейс или какими-то другими средствами от персонального компьютера. Плюс еще там есть управление HD-камерой, естественно, Бошевской. Имеется встроенный подаритель акустической обратной связи. И при том, что она недорогая, будем так говорить, она закрывает достаточно большое количество проектов, там, где как раз не требуются особые навороты к системе, там не нужно какое-то голосование, никакие дисплеи или что-то еще. Следующая система – это традиционная DCN New Generation. Скорее всего, вы о ней много знаете. Она простая, надежная, цифровая, производится и продается достаточно давно, и к ней уже требований каких-то особых предъявлять, наверное, нет необходимости. Мы о ней говорим о стандартном способе применения, плюс еще какие-то навороты, связанные именно с интеграцией или с какими-то дополнительными функциями, которые не заложены в эту систему, но могут быть реализованы вместе. Из ее несомненных плюсов – это то, что продуктовые линейки, имеются в виду пульты, они идут от бюджетного, от среднего класса, но дискуссионные, самые простые или резкие, и до высшего класса, имеются в виду пульты серии консервисов. Если мы говорим о десентисе, беспроводной системе, то это такой инновационный продукт, в чем его основное преимущество – это то, что он использует диапазон и 2,5 ГГц и 5 ГГц, что нам дает возможность избавиться от помех. Несомненный плюс – это использование протокола ОМНЕО, что в перспективе означает полное слияние с имеющейся DCN-мультимедиа, которую уже переименовали тоже в десентис. Плюс здесь есть пульты с сенсорным экраном, есть возможность беспроводного управления всей этой системы из каких-либо айпадов, айфонов и всего такого прочего. NFC, которое обозначено здесь, на этом слайде, означает, что идентификация пользователей может происходить путем использования беспроводной как бы proximity карточки. Десентис конференц-система – это сейчас объединенная, ну даже не объединенная, а можно сказать, на базе DCN-мультимедиа созданная новая система. Почему? Потому что она будет включать в себя уже имеющиеся пульты, вот эти с экраном 7-дюймовым, и плюс новая линейка пультов, о которой мы скажем чуть позже. В чем несомненная уникальность вот этой вот платформы, которая теперь будет называться десентис? Это, во-первых, то, что она построена по IP-технологии. Другие производители не используют IP-технологии, они используют цифровую технологию, но снаружи у них нет доступа к отдельным пультам или устройствам этой системы, потому что там нет IP-адресов, и, соответственно, невозможно задать никаких параметров для того, чтобы подключиться. Если говорить о том, что Bosch создал, вернее, переименовал мультимедиу и добавил в эту же линейку 4 новых дискуссионных пульта, то они тоже идут на базе IP-систем и, соответственно, имеют IP-адреса, и мы можем, естественно, с ними работать точно так же, как с предыдущей версией, то есть с обычными DCN Multimedia. Какие это пульты? Я повторюсь, что это проводные пульты для использования в составе системы DCN Multimedia. Ну, здесь у нас как раз показаны пульты от самого простого и до самого сложного, ну, сложного относительно. То есть это с экраном, значит, есть пульт с селектором каналов и голосованием, есть пульт только с селектором каналов и самый простой дискуссионный пульт, где кроме кнопки включения микрофона ничего нет. Рынок всегда предъявлял требования к системам такого рода, что необходимо иметь как дорогие устройства типа DCN MMD, то есть мультимедийные устройства, так и самые простые. Почему? Потому что даже в одном зале функционал различных устройств может быть разный. То есть если мы говорим, например, о депутатах, да, им, естественно, нужны пульты с экраном, так, чтобы они все видели, кнопочки нажимали, волеизъявления свои делали. Но есть еще и люди приглашенные, полутехнические люди, которым достаточно самый простой пульт, самый простой микрофон, чтобы они просто давали какие-то комментарии по какому-то вопросу и все такое прочее. Плюс мы должны не забывать о рынке аренды оборудований, где, как правило, навороченные пульты и не используются. Но зато самые простые пульты, ну, естественно, с селектором каналов желательно, вот они очень популярны и очень актуальны. Поэтому здесь видно, что вся линейка от самого простого до самого сложного представлена, и они будут интегрироваться, то есть они уже интегрируются вместе с существующимися мультимедийными пультами с сенсорным экраном, который вы видели на предыдущих слайдах. Что дает, какие возможности имеют эти пульты? То есть в первую очередь это режим двойного участника, где мы, нажимая на правую или на левую кнопочку, естественно, получается, что у нас или Петров, или Сидоров включает микрофон. То есть здесь мы экономим место и, соответственно, при этом имеем, как говорится, возможность идентификации участника на том или на другом месте. Эти пульты очень быстро настраиваются централизованно через программное обеспечение и, соответственно, они небольшие сами по себе. И общие функции, которыми этот пульт обладает, они присущи и другим устройствам этого семейства. Как я уже говорил, в беспроводных устройствах есть бесконтактная система идентификации участника совещания. Здесь, соответственно, то же самое предусмотрено. А если мы будем говорить о пультах ММД, то есть те, которые большие с экраном, то в версии ММД 2, соответственно, бесконтактная идентификация, та же самая картами МТС, тоже предусмотрена. То есть мы выходим на одну объединенную систему, где алгоритм идентификации универсален. Что мы имеем? Мы имеем, например, пульт с возможностью прослушивания языков синхронного перевода. Причем показываться здесь будут на этом пульте только доступные языки синхронного перевода. И самое, что интересно, это то, что языки перевода будут высвечиваться на родном, на знакомом языке. То есть если это английский, это English будет написано. Если это русский, то, естественно, по-русски будет написано русский язык для того, чтобы всем было удобно это выбирать. Если мы говорим о каком-то электронном парламентском голосовании, то эти пульты предусматривают возможность голосования, поскольку на экранах даже упрощенного пульта есть сенсорные кнопки, где мы можем нажать кнопку «За», «Против» или «Воздержался», что дает нам возможность быстро проголосовать. Мультимедийные, имеется в виду полностью мультимедийные пульты, здесь уже совершенно другой ранг оборудования. Здесь мы имеем возможность посмотреть и информацию о совещании, некоторую работу с документами, можем видеть здесь видео, осуществлять доступ в интернет и массу еще других функций. Учитывая то, что эти пульты могут работать с андроидовскими приложениями, то в принципе практически бездна возможности для того, чтобы реализовать вот это вот все. Как я уже говорил, пульты серии MMG2 будут иметь встроенный считыватель бесконтактных карт. Значит, существующий пульт остается в номенклатуре и его также можно использовать как в комбинации с новыми, так и отдельно. Если мы говорим о некоторых преимуществах вот той самой системы со старым названием «Мультимедиа» и с новым названием «Десентис», то несомненным является встроенный цифровой подавитель акустической обратной связи, который реально хорошо работает и по крайней мере свои функции подавления он очень хорошо выполняет. Плюс еще в системе предусмотрены два графических эквалайзера, один из которых работает на динамике делегатов, второй работает на систему звукоусиления, то есть на колонке зала, на усилителе зала. И мы можем характеристики выстраивать и для динамиков, и для вот этих вот систем озвучивания раздельно, соответственно, получать оптимизированный звук и там, и в одном, и в другом месте. Что касается архитектуры вот этой вот системы, здесь мы имеем возможность использовать, например, бошевские кабели, тогда идет конфигурация цепочкой и на каждый выход, вот, например, блока АПС или блок АПС мы можем повесить там по 10, по 12 пультов и все будет отлично работать. Если нам не нравится такая конфигурация или по каким-либо другим причинам, мы можем использовать стандартные кабели Ethernet-овский КАД-5, но свитчер тогда должен быть с ПОЯ. Каждый пульт потребляет приблизительно 12-13 Вт, поэтому, соответственно, любой свитчер с ПОЯ может быть использован. Единственное требование это ЛОЯР-3 он должен быть. Совместное использование и, как бы, цепочки и звезды допускается и даже приветствуется, если можно так выразить. Резервирование. При использовании бошевских кабелей и соединения в цепочке мы можем резервировать вот саму, как бы, ветку и в случае обрыва где-то какой-то, на каком-то участке вот этой цепочки система остается работоспособной и, соответственно, все данные и питание будет вот для этой части по этой ветке идти, а для этой по этой. Это очень интересная тема и для тех объектов, где вот это резервирование предусматривается по ТЗ и по желанию заказчика, естественно, можно это все использовать. Бош предусматривает управление анвифовскими камерами. Ну, анвифовские камеры протоколы разные, вернее, как протокол один, но все производители немножко отступают от этого протокола в ту или иную сторону. Значит, на сегодняшний момент мы можем 100% сказать, что все устройства, перечисленные мною ранее, я имею в виду тысячные системы, D-Centis беспроводный, D-Centis проводной и DCN New Generation, они 100% работают с бошевскими камерами по протоколу анвиф. Значит, работа с камерами других производителей в принципе возможно, но я пока сам попробовал, у меня не очень-то это хорошо получилось, поэтому лучше все-таки использовать какой-то интерфейс между бошевским оборудованием и производителями других видеокамер с протоколом анвиф. Что касается унификации, то вся линейка устройств, о которых мы с вами говорили, исключая систему тысячную, может использовать три типа микрофонов, то есть это дискретный микрофон и микрофон на гусиной шее короткий, и микрофон на гусиной шее длинный. Комбинация из этих микрофонов в одном зале тоже допустима, но при этом прошу учитывать, что характеристики микрофонов разные, поэтому совместное использование не всегда приведет к желаемому результату. Как-то секторами, да, нормально. Ну, изначально вот эти микрофоны на длинной шее были предназначены для тех людей, кто хочет как бы стоя над столом разговаривать, для того, чтобы это было лучше слышно. Но сейчас, поскольку вот эти микрофоны – это от старой бошевской МГ-системы, я имею в виду капсуле, к ним люди давно привыкли, и поэтому предпочитают иногда их использовать, потому что уже знают их характеристики, знают, как под них настраивать залы и все такое. Естественно, что все конгресс-системы Боша, они имеют программное обеспечение, именно бошевское, для того, чтобы управлять этими системами, конфигурить их, всевозможные настройки делать и все такое прочее. Функционал, который сейчас есть, мы не будем обсуждать, но, как нам говорят производители, в будущем будет добавлено очень много модулей и возможностей, а учитывая то, что технология IP используется, я думаю, что будет добавлено много хороших возможностей и хороших модулей. Скорее всего, они будут удовлетворять всем требованиям заказчика. И то, что эта система информирует, впечатляет и вдохновляет, это не поддается никаким сомнению. Теперь мы перейдем о платформе комплексного управления «Конгресс-системами Бош». Значит, о чем идет речь? Мы говорим о том, что на сегодняшний момент Бош предлагает как бы четыре системы на рынке. Я повторю, что это Decentis проводная с новыми пультами и старыми пультами, давно существующая DCN Next Generation, есть Decentis беспроводная система и есть CCS 1000D. Значит, у них у всех функционал базовый похож, но тем не менее отличается. Мы предлагаем платформу, которая может одновременно управлять всеми этими системами. То есть, если, например, у вас есть зал, построенный на системе Next Generation, вдруг у вас есть запрос, а такие запросы с рынка были, что вы хотите в Президиум поставить, например, мультимедийные пульты или беспроводные какие-то пульты, где-то в зал поставить. Мы говорим вам, что это не проблема, и в одном программном обеспечении мы даем вам возможность реализовать и синаптическое управление микрофонами, и это дает возможность оператору комфортно включать и выключать микрофоны от различных систем. Мы говорим, что, несмотря на то, что напрямую к системам Decentis 1000D и Decentis беспроводной нельзя подключить Crestron или AMX, мы предлагаем на этой платформе сделать это подключение к Crestron или AMX, для того, чтобы вы могли или управлять этой системой с этих устройств, или использовать получаемые данные для того, чтобы управлять камерами других производителей, не работающими по протоколу OneWave, по протоколу Multiviscos или там еще какой-либо другой протокол. Плюс мы можем дистанционно активировать логотипы на пультах мультимедийных устройств. Также сейчас мы предусматриваем возможность дистанционно активировать логотипы на пультах устройств для тысячной системы. Наше программное обеспечение предполагает использование сообщений от пультов MMD оператору. Для чего? Для того, чтобы участник или ВИП-участник мог послать оператору какое-то сообщение с просьбой позвать сотрудника ОРГ-управления, вызвать официанта или еще какие-то предзаписанные сообщения. Потому что во время конференции использовать мобильный телефон для того, чтобы позвонить в какой-нибудь ОРГ-комитет или еще каким-то образом, наверное, не очень удобно. Ну и вставать, махать руками, чтобы к председателю подошли, тоже это вызывает как бы смех в зале. Плюс, немножко забегая вперед, скажу, что поскольку мы в этом комплексе предлагаем еще систему записи, протоколирования совещаний с наложением метаданных и последующим поиском по базе именно используя эти метаданные, естественно, что мы из этого софта имеем возможность дистанционно включать и выключать режим записи. Вот именно на эту систему архивации, которая называется htm-gavr, в простонародье гаврик. На этом слайде перед вами как раз показана программа синаптического управления, как бы ее интерфейс. Ну, если мы посмотрим внимательно, мы увидим, что здесь есть как бы три группы пультов. Это живьем сделанная сетап того зала, где я нахожусь. Мы потом это увидим все в режиме онлайн. Здесь вот раз, два, три, четыре пульта относятся к системе DCN Multimedia бывшей. Сейчас уже DCN TIS. Значит, вот эти два пульта – это система CCS1000D, и вот эти два пульта – это беспроводная DCN TIS. Если мы посмотрим на кнопки, которые расположены в нижней части экрана, то здесь вот кнопочка посыла сообщения, вернее, заставки на пульты DCN Multimedia. Следующая – это включение записи, видео и аудиозаписи на систему htm-gavr. Следующая кнопочка у нас – это включение записи в системе CCS1000D. Две кнопки означают, что при нажатии этой мы можем двигать иконки по экрану так, чтобы расположить их максимально удобно для нас в соответствии, может быть, с топологией зала или еще с чем-то. Значит, вот эта шестеренка – это вход в меню для настроек системы. Вот эта рамка предназначена для того, чтобы в ней появлялось то текстовое сообщение, которое нам посылает участник с какого-либо пульта. Соответственно, если появилось новое текстовое сообщение, у нас будет индикатор моргающего этого конвертика, и оператор увидит, и если мы туда подключим звуковой сигнальчик, то и он слышит, что кто-то из участников ему послал какое-то текстовое сообщение. Три крайние кнопки означают подключение систем, то есть слева – это мультимедийная система, Descentis, значит, средняя – это беспроводная, и правая часть – это система CCS-1000D. Если соединение системы оборвано, тогда эта иконка будет как бы перечеркнута. На этом слайде мы видим как бы один из элементов настройки системы, где у нас есть какой-то список участников. Мы знаем, что некоторые из этих участников, например, Попов, Утехин, Осипов и Когтев, они сидят за устройствами ММД или ММД-2, и, соответственно, мы, зная их IP-адреса, просто их прописываем сюда для того, чтобы при получении сообщения текстового мы знали, от кого это сообщение пришло. То есть это конкретно будет или от Поповы, или от Утехина, или от Осипова, или Когтева. Здесь у нас 4 пульта, поэтому, соответственно, 4 участника и могут это делать. Списки участников больше, но они как бы сидят за пультами, относящимися к системам 1000D и беспроводной, там такой возможности нет. Возможно, в перспективе на беспроводной это будет, но пока это не реализуется. Здесь показано, каким образом появляются вот эти вот сообщения с пультов. То есть, например, Тариш Попов АЮ просит вызвать сотрудника управления, а Когтев АЮ вызвать официара. Ну, мы живьем это все увидим. Что касается интеграции с Крестрон. Для того, чтобы сделать интеграцию с Крестрон, уже все предусмотрено. Что есть? Есть в меню настройки параметр порта, по которому можно Крестрону стучаться на это оборудование. И плюс еще, в случае, если у вас на компьютере несколько сетевых адаптеров, то тогда вы можете выбрать, на какую карту необходимо стучаться, на какой IP-адрес вот этому устройству Крестрону или АМХ. А дальше уже по договоренности с заказчиком наш программист реализует функции для того, чтобы этот Крестрон работал. То есть, сейчас по умолчанию Крестрон получает состояние всех микрофонов. Крестрон получает, имеет возможность их включать, выключать. Ну, и несколько других функций, связанных именно с управлениями камерами от других производителей. Касательно системы записи мероприятий или конференции. Значит, ее наименование коммерческое, это МГАВР, как я уже говорил в простонародье, ГАВРИК, достаточно мощная и хорошая программа, которая позволяет, во-первых, в реальном времени смотреть вот эти вот камеры. Ну, реальное время, понятие относительное, то есть, если у вас USB-шная камера, тогда это практически без задержки. Если у вас камеры, которые идут по потоку, используются вернее, по потоку H.264, то там некоторая задержка присутствует. Однако, если мы собираемся записывать видео и аудио, а мы можем записывать аудио с любых практических источников, которые определяются программой Windows, то есть, всевозможные звуковые карты, всякие устройства оцифровки и всего такого прочего. Там у нас предусмотрена система внесения задержки в аудиосигнал для того, чтобы они записывались синхронно вот с этим H.264 потоком. Соответственно, мы можем писать не просто какое-то видеоизображение, а мы, например, можем с соседнего компьютера писать скриншоты той программы, которая показывает результаты голосования. И, соответственно, у нас всегда будет в архиве именно запись результатов голосования, практически протокол. Обязательно туда можно накладывать еще и метод данной о том, что за голосование это было, в какое время и кто при этом принимал участие в дискуссии. поскольку я уже говорил, я вам потом покажу то, что мы на эту систему отправляем мета-данные с наших конгресс-систем, то в двух словах о том, какие это мета-данные. Ну, в первую очередь, это название самого мероприятия, пункт повестки дня, значит, докладчик и второе, мы решили ввести такой параметр, как оппонент. Что реально происходит? Реально, как правило, включены два микрофона в системе, и люди участвуют в каком-то диалоге. И предыдущие, как бы, способы отображения выступающего, они говорили, и они, вернее, не то что говорили, они наводили камеру на последнего выступающего. При этом было абсолютно непонятно, что вот товарищ по фамилии Петров, с кем он ведет дискуссию. Мы говорим о том, что мы знаем, что Петров ведет дискуссию с Сидоровым, и когда камера наводится на Петрова, надпись есть, что он разговаривает с Сидоровым. Если у нас есть две камеры, которые могут, как бы, одну точку брать или разные точки зала, тогда мы можем вообще на картинке показывать сразу двух участников дискуссии. Ну, и, соответственно, их записывать. Экспорт видеозаписи. После того, как мы сделали архив или во время мероприятия мы можем любые практически участки записи, найденные нами по метаданным или просто не найденные, экспортировать в любой Windows совместимый формат, естественно, со звуком. Плюс есть еще возможность сделать это параллельно с основной записью, но тогда немножко компьютер может перегружаться, поэтому лучше все-таки это делать чуть позже. Также, зная, что пульты мультимедийные, которые раньше назывались мультимедиа, сейчас Descentis, имеют свою небольшую веб-камеру, грех не использовать это для записи вип-участников. То есть, если у вас есть какой-то персонаж, на которого вы хотите обратить внимание и узнать, а не давал ли он каких-нибудь ценных руководящих указаний или еще что-то делать, мы можем просто писать вот эти камеры для того, чтобы знать, что этот человек в данный момент времени делает. Интуитивно понятный интерфейс реализован следующим образом. Смотрите, у нас есть иконки, и мы здесь набираем нужную нам комбинацию этих иконок. Например, у нас есть камера, внутри мы выберем какая она и что. У нас есть микрофон, то есть здесь мы выбираем источник звукового сигнала и плюс вносим задержку в аудиосигнал, если надо. Здесь у нас есть выключатель, то есть мы можем включать и выключать все остальные цепочки. Этот квадратик означает расписание, то есть мы можем стартовать запись, например, или останавливать запись по расписанию. Если вам точно известно, что начнут в 9, а закончат в 6, то нам вообще ничего думать ни о чем не надо, мы просто поставим, чтобы в 9 начали писаться и в 6 закончили. Вот значок с буковкой T означает маркировку. Здесь мы выбираем, какую маркировку мы будем использовать, где она будет располагаться, то есть в каком углу экрана и какой размер шрифта при этом мы будем использовать для того, чтобы, во-первых, это не нализало, например, на всю, на весь экран, но тем не менее было видно. И последний квадратик означает это то, что мы здесь будем использовать архив, мы пропишем путь, куда мы будем писать вот этот источник, камеру со всеми этими атрибутами и где потом ее будем использовать. Как пример клиентского модуля для вот этой вот системы HTM. То есть мы можем смотреть сразу 4 камеры, например. Но количество камер не регламентировано вообще никаким образом, но опыт показывает, что больше 6 камер уже становится недостаточно хорошо видно именно вот эти вот метадами. Здесь у нас написано заседание обсуждения бюджета HTM, ладно, оратор главный, повестка прения по статье расходы и участник дискуссии Петров. То есть на эту камеру мы наложили вот такие вот метаданные. Причем вот название заседания, оратор, повестка дня и участник мы задаем сами в программе нашей синаптического управления произвольно. Но эти названия, они будут потом образовывать базу данных и по этим названиям мы потом будем уже искать конкретно те фрагменты, которые нам нужны. Причем поиск может осуществляться комбинированно по одному фрагменту, по двум, по трём и даже по четырёх. Ну здесь вот немножко просто крупнее сделано это все для того, чтобы было видно, каким образом накладываются метаданные на изображение. Значит цвет выбран здесь белым. Почему? Потому что всё-таки вероятность того, что будет очень светлый фон, ну крайне мала. Поэтому делать титры какого-то другого цвета скорее всего не нужно. Вот пробовали на разных вариантах белый вроде как. Как взаимодействуют эти наши программные обеспечения со всем этим, вернее в комплексе? Значит, например, у нас есть Decentys проводная система, у нас есть Decent Next Generation, у нас есть Тысячная система и Decentys беспроводная. Берём мы программное обеспечение, синаптическое управление, это производство HTM, соответственно, это наша разработка. Управление этими системами, как я уже отмечал, может осуществляться одновременно или выборочно, то есть мы выбрасываем какие-то системы, остаётся там одна-две, может быть, как угодно. После того, как мы собрали данные со всех систем, мы отправляем их на сервер HTM Gavr, в простороге Gavr, именно метаданные. И дальше уже вот этот вот сервер, он распределяет, он позволяет клиентам в количестве, превышающем сотни штук, подключаться к нему и осуществлять просмотр или поиск по мета-данным. В чём достоинство вот этого подключения? Это в том, что если, например, у вас на клиентском месте стоит не очень мощный компьютер, если можно так выразиться, то декодировку изображения можно производить на сервере, и тогда он же будет именно на эту вот панель, на этот компьютер выдавать декодированное как бы изображение, используя ресурсы именно сервера, а не самого клиента. Ну, если у вас машина хорошая, то можно это декодирование осуществлять, соответственно, уже на клиенте. Администрирование очень лёгкое и удобное, каждому из клиентов мы даём возможность смотреть определённый набор камер, то есть мы выбираем, какие камеры им нужны, и мы можем ему сказать, что он только смотрит, он может смотреть и поиск осуществлять, или может какие-то вносить изменения в конфигурацию, в зависимости от тех прав, которые у него есть. Для того, чтобы всё это хорошенько посмотреть и руками потрогать, я приглашаю вас на международную выставку Integrated Systems Russia, которая с 1 по 3 ноября будет в экспоцентре, и стенд наш E15, где мы вот эту вот всю систему будем показывать живьём, то есть можете прийти, посмотреть и поиграться. Значит, для тех, кто хочет непосредственно задать какие-то более глубокие вопросы, вот мои данные, включая e-mail, значит, даже есть мобильный телефон. Вот, и по этой части презентации я говорю вам спасибо за внимание, и мы переходим уже именно к онлайн-демонстрации, где я вам сейчас попытаюсь вкратце показать, как всё это реально выглядит и как это всё происходит. Вот перед вами, значит, основной модуль, как бы, нашей системы синаптического управления микрофонами. Как я уже говорил, здесь у нас есть кнопочки для того, чтобы посылать сообщения, включать-выключать запись, двигать по экрану и какие-то настройки. Значит, здесь у нас расположены индикаторы подключённых систем, и, соответственно, если какую-то из систем мы выключим, она здесь будет перечеркнута. Значит, смотрим реальный зал, где я сейчас сижу, и начинаем каким-то образом включать микрофоны. Ну, вот, например, я включаю микрофон товарища Когтева. Значит, мы увидели, что здесь появилось на этом экране «Докладчик Когтев», вебинар «Хай-Тек Медиа Октябрь», тема написана, и сегодняшняя дата, и время, вот, секунды бегут. Значит, на других, как бы, камерах мы не стали заморачиваться и писать большое количество вот этих метод-данных. Сюда посылаем только основного докладчика. Если у нас, например, есть со-докладчик, то тогда он так и будет здесь показан как оппонент. То есть, у нас, видите, на мультимедийном пульту написано, что докладчик Когтев, докладчик Осипов. Но докладчик Осипов – это последний включившийся докладчик, он основной, а оппонент – Когтев. Если, значит, я сейчас Осипову выключу, то, соответственно, Когтев становится основным докладчиком. Дистанционное включение записи. Пожалуйста, вот я нажал на кнопочку, и здесь вот три камеры дистанционно включились, и теперь уже осуществляется запись с наложением вот этих вот метод-данных. Значит, если я нажму вот эту кнопочку, то, соответственно, включится запись на системе CCS1000. посыл заставки. Видите, что после того, как я нажал на кнопку на мультимедийных пультах, появилась заставка дипломатической академии, которую мы в настоящий момент проект делали, и, соответственно, заставка осталась, почему не использую. Значит, естественно, если я нажму еще раз, то заставка исчезнет, и там на экране опять появится уже изображение выступающего. Сейчас мы используем в Decentis версию программного обеспечения 2.01, которая позволяет нам при всех выключенных пультах иметь вместо надписи Decent Multimedia или Decentis просто заставку какую-то или логотип имеющегося собрания или любую другую по вашему выбору. То есть, что это тоже приятно. Если мы включаем систему тысячную, то вот сейчас у вас на экране появился уже пульт, обозначенный как Солобко Сергей Николаевич, но это уже система, видите, совершенно другая тысячная. Значит, если мы переключим на другой пульт, соответственно, у нас включился другой пульт, где уже обозначена кривая Татьяна Николаевна. Соответственно, так же происходит и если мы будем работать с пультами беспроводной системы. Вот здесь у нас включился господин Малахов Максим Юрьевич. И здесь мы видим, что заставка заранее была предусмотрена на дискуссионных пультах. То есть, тоже это красиво выглядит и можно давать как заставку логотипа компании, так и какую-то другую полезную информацию. Для того, чтобы показать вам, как работают сообщения, я сейчас со своего места встану и включу этот пульт. Вот, для того, чтобы вам было хорошо видно, вот докладчик Попов имеет возможность посылать сообщения оператору заранее, как бы, приготовленные. Ну, например... То есть, оператор в данном конкретном случае видит, что у него пришли сообщения, у него начинает подмаргивать вот эта вот иконка с конвертиком, но звук сейчас отключен, поэтому он этот звук, как бы, мы этот звук не слышим, а в реальном, в боевом режиме, естественно, у него сразу будет пипикатор, который позволит вот это вот все реализовать. Ну, некоторую запись вот мы произвели, поэтому я могу сейчас режим записи выключить и перейти вот на этой камере, например, дайте все микрофончики тоже повключаем, чтобы они нам не мешали. Перейти в архив для того, чтобы посмотреть, а что же у нас там в архиве было. Значит, мы находимся в архиве, мы задаем критерии поиска. Ну, будем искать сегодня где-нибудь там с 12, даже с 11. Значит, окончание самое последнее. Вебинар у нас один, поэтому можно оставить все, докладчик Осипов Айн. Посмотрим, что он нам выдаст. А что он нам выдал? А он нам не выдал. Докладчик Осипа Айн. В этот промежуток времени не было. Сейчас посмотрим другого. Попов был. Да, Попов был. Вот у нас есть сектор, который позволяет нам увидеть, что вот обозначенный, в обозначенный период времени выступал товарищ Попов. То есть, если мы движочек переведем сюда, здесь вот был Малахов, видите на экране. Как только он дойдет до обозначенного промежутка времени, сразу он поменялся на Попов, так мы можем искать именно конкретного выступающего, конкретно здесь. Что еще интересного есть? Значит, если мы перейдем в меню, как бы, настройки вот этой вот системы, у нас есть возможность, например, делать РТСП трансляцию. То есть, в потоке H.264 выдавать вот это вот изображение этой камеры с наложенными на нее метаданными куда-то в сеть. Из интересного еще то, что я говорил, мы можем сохранять файл, то есть заранее параллельно делать именно вот отсылку и разным образом поворачивать изображение, не поворачивать изображение. Можно запускать какие-то еще изображения и будет, как бы, кастомизировано под конкретного пользователя и под конкретную ситуацию. Если мы говорим о маркировке, то здесь вот посмотрите, у нас есть, как бы, возможность при посылке от нашей системы маркировки суда давать пояснение о том, что смена оратора происходит, накладывать маркировку на изображение в левый нижний угол. А здесь мы смотрим просто, сколько пикселей, какого размера у нас должна быть маркировка, которая в данный момент работает. В двух словах, все, единственное, что здесь еще интересного есть, это то, что мы можем просматривать одновременно несколько камер и при этом осуществлять тот же самый поиск. И тогда у нас будет здесь видно вот на этой камере как раз товарищ Петров, который выставлял. В это время мы смотрим его оппонента Малахова, что иногда бывает очень интересно и очень актуально, потому что тогда мы точно знаем, с кем Петров и Малахов спорили, выступали или еще что-то делали. Так, ну что, смотрим, что у нас получилось. Так, давайте, наверное, к вопросам перейдем. Андрей Николаевич, меня слышно? Да, слышно. Добрый день, коллеги. У меня вначале была проблема с микрофоном. Я, Андрей Николаевич, в чате уже на часть вопросов ответила. Пожалуйста, прочтите, давайте пробежимся, потому что здесь есть ряд вопросов, которые касаются именно МПУ, в частности, и по интеграции. И там некоторые вопросы я уже ответила. Так, ну давайте будем пробовать. Вопрос, вы пока пишите. Андрей Николаевич, вы пока почитайте. Так, хорошо. Так, вопрос, Андрей. Стыкуются беспроводные пульты Decentis с системой Decentis бывшей мультимедиа. Значит, ответил, отлично. Там был вопрос по поводу, можно ли скачать демо-версию вот от того, который показывали, и по интеграции с поликом, с поликом, точнее? Ну, интеграция с поликом у нас на повестке дня не стояла. Это первое. Второе. Я не знаю, как бы, что имеется в виду под интеграцией с поликом, поэтому, честно говоря, не очень представляю, что это такое. А так, в принципе, используя API можно с чем угодно синтегрировать. Значит, HTML-гавр это железо или софт? Это софт. Значит, Света, вот по поводу, можно ли получить API инструкции. Это отвечала, нет? Да, я дала ссылку. Вот эта ссылка – это сайт, где выкладывается весь софт всех систем, и если скачать архив к Decentis проводной или беспроводной, или к тысячной, там внутри архива есть описание на API, и в Decentis там еще есть демонстрация. Ну, его просто так не извлечь, надо ставить софт, а оно появляется. Да, то есть нужно поставить и посмотреть. Есть ли какие-то вопросы, пожалуйста, там уточняйте. Там был вопрос о выходном видеофайле будет мультиэкран, или это отдельный файл для каждой камеры? Вячеслав, скажу. Камеры на самом деле можно объединять, то есть мы можем на одном экране объединить несколько камер. Тогда это будет мультиэкран. Мы реально работаем, каждая камера считается источником, и, соответственно, когда вы будете покупать этот софт, если будете покупать, выбираете количество источников. Соответственно, дальше вы можете с ними работать. Если у вас 4 камеры, и вам надо еще объединить их в один мультиэкран, вам тогда надо 8 источников. Дублировать, например, мы говорим о многоканальной аудиозаписи, потому что если мы используем какую-нибудь платочку оцифровки звука, то мы получаем, например, в компе русский язык, английский, французский, немецкий. Мы одну и ту же камеру можем писать с разным звуком. Это тоже очень удобно, потому что заказчики хотят иногда иметь изображение выступающего и перевод на другой язык одновременно. Андрей Николаевич, там был еще вопрос по поводу, работает ли десентис проводная без компьютера, то есть автономно. Я написала, что этот вопрос выясню. В принципе, давайте мы выясним, через вас ответим. Нет. Скорее всего, нет. Нет. Не скорее всего, а точно нет. Потому что сервисы, которые позволяют... Вернее, раздача IP-адресов происходит с сервера, через сервер. Поэтому без сети она работать не будет, а если нет компьютера, нет сети. Поэтому, однозначно. Минимальные требования – это компьютер и программка, вот это L-SYS, которая называется. А лицензия, в смысле? Да, лицензия. Ну, соответственно, программа ставится общая, а лицензия только на L-SYS, тогда будет работать. Там еще вопрос по поликому. Все-таки против. Сейчас, сейчас, сейчас. Звали новый софт работать с поликомом. То есть новый софт, я так понимаю, вот ваш именно. Вы мне объясните, что такое работа с поликомом. Да, он может работать с чем угодно, но что от поликома вы хотите сюда передать или отсюда получить, я вот это не понимаю. Я вопрос не могу понять. Как? На одном компьютере? Да. На тфух. Да. Демо-версия софта? Ну, договоримся. Запись можно вести с каждого конкретного пульта каждой системы или системы в целом. Так, вот здесь вот вопрос о запись, если мы говорим о видео, то камеры у нас присутствуют только на мультимедийных пультах. Поэтому видеозапись можно вести только с тех пультов, на которых стоит камера. Если мы говорим о системе, как было сделано в DCN New Generation, то есть индивидуальные микрофоны, когда мы пишем отдельные микрофоны от отдельных пультов в количестве, максимум 26 штук, то здесь такая функция в Бошем пока не предусмотрена, но они над этим думают. Скорее всего, в перспективе это будет сделано. А вопрос о сообщении на пульте, где формируются это имеется в виду? Какие сообщения? Сообщения заранее приготовлены. То есть, в чем здесь грандиозный смысл? Люди, которые приходят на мероприятия, они не всегда хорошо технически образованы. Это первое. Второе, значит, набивать сообщения, используя какую-то виртуальную клавиатуру, это тоже очень непросто. И не все люди в возрасте могут это делать. Поэтому мы предлагаем какой вариант? При инсталляции системы мы просим нам списочек тех сообщений, которые предусматриваются для посылки оператору. То есть, это может быть, как уже здесь в примере, температуру поднять, вызвать официанта, может быть, вызвать сирикендаря или еще что-то. И несколько вариантов графического решения для того, чтобы не было слишком мелко, чтобы это было читабельно, чтобы было удобно выбирать и чтобы было удобно нажимать. А так, количество квадратиков, например, если использовать пиктограммы на экране, может быть достаточно большим. Даже скроллинг, это уже не все поймут, что есть скроллинг. А, вы имеете в виду потокол H323? Я не пробовал. Теоретически никаких проблем нет, поскольку как бы H264 предусмотрен. Всякие motion, jpeg и все остальные тоже предусмотрено. Добавить по просьбе заказчика туда H323, я думаю, особых проблем не составит. H323 это не только поликом, это стандартные вот эти всякие видеоконференционные протоколы. Рукон, по-моему, тоже такой же используется. Так, еще какие вопросы? Тут был вопрос по поводу жил в проводе, но это можно в инструкции посмотреть. Что за жил в проводе? Как подключается десентист ранком? Ранком, по своим кабелям. Я написала, что по своим кабелям или через КАТ-5? Да, да, да. Я рассказывал только что, что есть цепочка, когда один за другим, тогда это нужен бошевский кабель, который включает в себя КАТ-5, и плюс еще добавлено две жилы питания. Если у вас нет желания такой кабель использовать, тогда коммутатор споя и соединение, соответственно, звездой получается. Действуют все ограничения сетевые, то есть 100 метров максимальная длина от свитчера, соответственно, до устройства. Как в десенте среализовано подключение к кабелям? Разъемы G45? Нет. Там он универсальный разъем, он может работать и как RG45 обычный, и как бошевский кабель, это RG45 плюс добавлено две жилы питания. Родное веб-управление есть на десенте? Есть. Вам не понравится. Количество готовых сообщений ограничено, но я уже сказал, что здравый смысл только. Сколько можно писать аудиоканалов? Интересный вопрос. В принципе, опять же, не ограничено, но мы говорим о том, что мы пишем источники, у нас превалируют видеоисточники, поэтому, как я уже сказал, мы можем дублировать, например, несколько камер, мы можем вообще вместо камеры поставить заставку, картинку, например, английский язык, и писать туда английский язык. Но количество каналов будет определяться количеством источников, предполагаемых источников видеосигнала. То есть, ну, 250, там можно 300. Ну, судя по тому, что вопросы кончились, я тогда еще раз благодарю всех за внимание. Значит, если у вас вдруг возникнут вопросы в процессе, тогда вы можете использовать мою почту или телефон, и если вопросы непосредственно к Бошу, тогда уже лучше всего использовать координаты Светланы Анисиной. Там еще один вопрос. То есть формат раскладка выходного файла формируется на последнем этапе? Да нет, заранее все формируется. Давайте я сейчас включу, попробую еще раз десктоп. Я просто до конца не понял этот вопрос от Вячеслава Губенко, что имеется в виду раскладка выходного файла на последнем этапе. Может быть, Вячеслав, может быть, вы уточните, что вы имеете в виду? Вячеслав, ну, смотрите, мы пишем. То есть у нас есть какой-то определенный набор камер, и мы производим запись глобально. То есть начали, грубо говоря, в 9 или по нажатию кнопки закончили в 6. Вот что камера показывала, то мы и пишем. Заказчику мы можем отдать кусками. Мы можем потом эти куски слепить каким-то образом. Мы можем что-то вырезать. Заказчик может сказать, я хочу, чтобы было все полностью оригинал. Еще формат вам задаст. Это все можно делать. Никаких проблем не возникает. Архив кладется на сервер, а дальше уже с этим архивом можно работать так, как вам нравится. Так, по микрофонам на гусиной шее. Да, капсуль тот же, собственно. И металлический звук, он не от капсулы идет, он от обработки и от других устройств, которые стоят в трактовке. В тракте, вернее, прошу прощения. Ну, тогда я еще раз благодарю всех за внимание. Значит, время уже 14.59. Мы вынуждены как бы сворачиваться. И повторюсь, что если у вас есть интересы, есть вопросы, координаты мои все знают, поэтому пишите, звоните. Всего доброго. Спасибо за внимание. Продолжение следует...